Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – многоатомные спирты. Ты знаешь структуру, номенклатуру и свойства одноатомных спиртов. Ты узнаешь строение, классификацию, физические и химические свойства применения многоатомных спиртов. Ключевые понятия – строение, получение, физические свойства, химические свойства, двухатомные спирты, трехатомные спирты. Ребята, многоатомные спирты – это производные углеводородов, в молекулах которых два и более атома водорода совмещены на гидроксильные группы. Простейшим представителем многоатомных спиртов является этиленгликоль. Химическая формула этиленгликоля – С2H6O2 или С2H4OH2. Структурная формула – HOCH2CH2OH. Предлагаю вашему вниманию небольшой видеоматериал. Простейшим многоатомным спиртом является производный этана – этандиол-1,2, известный как этиленгликоль. Самым простым и наиболее важным представителем трехатомных спиртов является производный пропана – пропантриол-1,2,3, известный как глицерин. Систематические названия многоатомных спиртов образуются так же, как и одноатомных спиртов. К названию исходного углеводорода добавляют суффиксы на греческом языке, указывающие на количество гидроксильных групп и окончание –ол. Затем указывают расположение гидроксильных групп. Названия многоатомных спиртов даются по двум номенклатурам. Это международная и тривиальная. Название многоатомных спиртов по международной номенклатуре соответствует названиям алканов плюс суффикс диол или триол. Затем через дефис указывается положение гидроксильной группы в углеродной цепи. Например, С2H4OH2, этан-диол-1,2, этиленгликоль. С3H6OH2, пропан-диол-1,2, пропиленгликоль. Соответствующие структурные формулы представлены на экране. Для многоатомных спиртов характерны два вида изомерии. Это изомерия углеродного скелета, изомерия положения гидроксильных групп. Изомером бутан-диол-1,4 является 2-метилпропан-диол-1,3. Изомерии положения гидроксильных групп приведены примеры пропан-диол-1,2, пропан-диол-1,3. В первом случае у первого атома, второго атома находится гидроксильная группа. Во втором случае гидроксильная группа находится у первого и третьего атомов углерода. Многоатомные спирты могут быть получены из соответствующих углеводородов через их галогенопроизводные. Например, из дихлорэтана взаимодействием воды получен этиленгликоль и соляная кислота. Как представители многоатомных спиртов, этиленгликоль и глицерин имеют схожие физические свойства. В очищенном виде они представляют собой прозрачную бесцветную жидкость маслянистой консистенции. Не имеют запаха, обладают сладковатым вкусом. Также они хорошо растворимы в воде и этаноле. Температура кипения этиленгликоля ниже, чем температура кипения глицерина. С увеличением гидроксильных групп увеличивается температура кипения и растворимость в воде. Сейчас, ребята, я предлагаю вам посмотреть видеоматериал, характеризующий химические свойства глицерина. Глицерин – это бесцветная маслянистая жидкость. Он воспламеняется, но плохо загорается. Он возгорается только при нагревании до высокой температуры. Глицерин – это бесцветная маслянистая жидкость. Глицерин вместе смешивается с водой. Как и другие спирты, глицерин вступает в реакцию с натрием, образуя алкоголят. Эта реакция происходит в соответствии с уравнением, показанным на экране. Ребята, вы посмотрели видеоматериал по химическим свойствам многоатомных спиртов. На экране представлены уравнения реакции взаимодействия многоатомных спиртов со щелочными металлами. Например, этиленгликоль взаимодействует с натрием, с образованием гликолята натрия и водорода. Этиленгликоль взаимодействует с хлороводородом, с образованием 1,2-дихлоретана и воды. Увеличение же гидроксильных крупмолекулах многоатомных спиртов придает большую подвижность атомам водорода. Многоатомные спирты также взаимодействуют с азотной кислотой. Например, глицерин при взаимодействии с азотной кислотой образует тринитроглицерин и выделяется вода. Глицерин, как и многие органические соединения, имеет качественную реакцию. При взаимодействии с гидроксидом медий двухвалентным образуется комплексное водорастворимое соединение темно-синего цвета. Данный процесс можно записать в виде такого уравнения реакции. Данная реакция доказывает, что многоатомные спирты обладают слабыми кислотными свойствами. Многоатомные спирты находят очень широкое применение. Этилингликоль используется в производстве синтетических волокон, таких как тирилен. Также этиленгликоль является компонентом незамерзающих жидкостей антифриза для автомобильных радиаторов. Глицерин используется в производстве лекарственных средств. Также глицерин применяется в косметической промышленности при производстве моющих и увлажняющих средств. Глицерин может использоваться в пищевой промышленности при производстве синтетических жиров и в качестве подсластителя. Как мы уже знаем, ребята, спирты можно рассматривать как производные углеводородов, содержащие гидроксильные группы. Непосредственно заменить водород на гидроксильную группу трудно, поэтому процесс идет через галогенопроизводные. Например, из этана нужно получить этанол. Данный процесс идет через получение бромэтана. Из бромэтана при нагревании воды в присутствии щелочи образуется этанол. А теперь переходим к практической части. Задание номер 1. Выберите один правильный ответ из предложенных. Проверяем. Многоатомный спирт – это этиленгликоль. Реактив на качественную реакцию многоатомных спиртов – купорум-УАЖ дважды. Название глицерина по международной номенклатуре – пропантриол 1, 2, 3. Задание номер 2. Записать уравнение реакции взаимодействия с водой в присутствии щелочи. Первое. 1, 2, 3, 3-хлорпропана. Второе. 1, 2-хлорэтана. Проверим ответ. Из 1, 2, 3-хлорпропана при взаимодействии с водой в присутствии щелочи образуется глицерин, выделяется кислота. Из 1, 2-хлорэтана при взаимодействии с водой в присутствии щелочи образуется этиленгликоль, выделяется кислота. Ребята, мы сегодня с вами изучили многоатомные спирты, а именно строение, номенклатуру, изомерию, физические свойства, химические свойства, применение многоатомных спиртов. И повторили генетическую связь между углеводородами и спиртами. Урок окончен. До свидания.